Волгоград Действительно, вы отчасти правы, потому что мне не так часто удается быть зрителем. Сам действующий артист, продолжаю работать, и очень редко, когда получается, выбираться смотреть коллег. Но сегодня хорошее совпадение. В четверг я не работаю, а в Волгограде цирк работает. Я воспользовался этой возможностью для того, чтобы прилететь, посмотреть программу, которую я не видел еще вживую раз, и отсмотреть несколько номеров, и прежде всего конный номер для дальнейшего сотрудничества с Большим Московским цирком и, возможно, приглашением на Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол», который проходит в Москве у нас в сентябре месяце. Это ваш фестиваль. Вы уже посмотрели номер, вот скажите, наверное, ваши первые какие-то впечатления, ощущения. Я попросил артистов и, прежде всего, руководителя сегодня не бросаться в ум с головой и не делать каких-то сложных и опасных трюков, в которых они еще не уверены на 100%. Поэтому мы договорились, что те трюки, которые являются сегодня перспективными, но которые до сих пор лучше пока выполнять с использованием страховки, они мне покажут на репетиции. Поэтому я сегодня посмотрел то, что я точно не увижу вечером во время основного спектакля. Но это, так сказать, вершина айсберга, а само основу айсберга мы будем смотреть уже сегодня на представление, поэтому мнение я смогу свое просто сформулировать уже по окончанию самого спектакля. Хотя, конечно, первое впечатление очень положительное, приятно, что такие молодые девушки работают в таком серьезном и опасном жанре, как джигитовка и ежикейская работа на лошадях, и действительно готовы и бросаются на многие очень сложные мужские трюки. Скажите, помимо всего прочего, вы снимаете фильмы, в том числе, насколько я знаю, такая серия «Легенды советского цирка». Планируется ли в Волгограде, в нашем городе, в нашем цирке уникальном какие-то съемки? Ну, вот Валентина Кулькова, которая сидит сейчас на манеже, общается со своими подопечными и с девочками, является по-настоящему легендарной личностью нашего российского цирка, человеком, которого все мы знаем и всегда преклоняемся перед ее трудолюбием, перед ее преданностью цирка. Я уверен, что она более чем заслуживает к себе такого внимательного отношения, как съемка фильма про нее, и я действительно принял решение, что мы будем в ближайшее время снимать фильм про Валентину Кулькову. И ее Амазонок. Да, ну, естественно, и про ее жизнь. Наши зрители уже знакомы с ней, с ее творчеством, мы делали с ней интервью. Я не договорил, простите, пожалуйста, да, но в Волгограде мы это не успеем сделать. То есть вы, как человек телевидения, понимаете, что есть определенная форма редактуры, утверждения, сценарии, и это нам еще понадобится какое-то время для того, чтобы все это согласовать с каналом. Обычно это уходит около месяца. В это время они уже переедут в другой город, так что мы, скорее всего, будем их снимать в Ярославле. Понятно. Я, насколько понимаю, вы не первый раз в Волгограде, и вот знакомы, я знаю, что в труппе вашей много артистов из нашего города. Скажите, вот ваши впечатления о нашем городе, он на самом деле уникальный, о людях. Да, это один из величайших городов не только нашей страны, но и планеты, потому что именно здесь была остановлена фашистская агрессия, именно здесь наступил переломный момент, и, конечно, относиться к этому городу без уважения просто невозможно. И я преклоняюсь перед этим городом в буквальном смысле слова. Работал здесь много раз, знаю город великолепно. Есть большое количество друзей здесь, с которыми я обязательно сегодня встречусь. Большое количество памятных мест, которые вызывают у меня не только трепет, но и некое, уж простите меня, некое даже возмущение. Объясню, почему. Родина-мать заслуживает гораздо широчайшего пиара мирового масштаба, нежели она сейчас имеет. Потому что все знают, все знают статую свободы, которая в пояс уткнулась нашей великой родине-матери. И никто не знает в мире про то, что такое громадное сооружение, такое громадное, уникальное, требующего к себе безпрекословного уважения сооружения, здесь существует. Я очень надеялся, что мы воспользуемся чемпионатом мира, что мы сможем познакомить мировую общественность, но этого даже не произошло. И я убежден, что здесь надо подключать, прежде всего, власти федерального масштаба, для того, чтобы как можно больше говорили, рассказывали, пропагандировали вообще про Мамаев-Курган. А в связи с этим и увеличится, естественно, посещаемость Волгограда, как внутреннего туризма, так и международного. И тогда люди все по-настоящему через себя пропустят то, чем славится этот город, победой над фашизмом. Когда они перестанут верить в какие-то западные сказки, когда они перестанут поднимать вопрос о том, что вообще историю можно пересмотреть, что в войне кто-то победил другой, нежели Советский Союз. Вот это все, вот это все, это все про Волгоград, и это все вызывает у меня всегда некую грусть, потому что я понимаю, как мы неуважительно относимся к собственной истории, к собственным великим городам. Сложно поспорить. Немного о вашей профессии. Вот вообще дрессировщик – это одна из самых опасных, насколько я знаю, третья по опасности в мире профессия после журналистов и военных журналистов. Шахтеров, да. Вот скажите, пожалуйста, когда вы заходите в клетку со зверем, какие чувства вы испытываете? Я вам скажу. Я, наверное, вот эти чувства, про которые вы сейчас говорите, буду испытывать, когда я буду заходить к чужим зверям. Вот когда я зайду к десяти тиграм, которые первый раз меня в жизни видят, которые до лампочки, что я народный артист, и звезда цирка. Вот эти чувства, наверное, я смогу вам потом передать. Но так как я адекватный человек и в жизни не пойду к чужим десяти тиграм, которые знать меня не знают, то, конечно, вот этого панического страха, не знаю, или еще что-то нет. Я захожу, во-первых, всегда с большим удовольствием к своим животным, раз. Во-вторых, с большим уважением. И третье – с большой любовью. Потому что через уважение ты начинаешь контролировать дистанцию, ты начинаешь понимать, что перед тобой опасный хищник, что он тоже может многие вещи себе позволить и не простить тебе твои ошибки. И все это надо, все это правильно надо держать в своей голове и правильно себя вести прежде всего. Ну, а все остальное – это просто получение удовольствия. Знаете, я сейчас с одним зоозащитником, ну, я таких людей называю зоушизанутые, вот. Вот, не путать с зоозащитниками. Зоозащитники – это нормальные люди. А вот есть зоушизанутые, знаете, которые по 40 кошек… Идеологически. Вот, я с ним спорил, 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 а в конце я ему сказал, я говорю, знаешь, что мое отличие от тебя? Я говорю, что я могу подойти тигра поцеловать в нос, а ты – нет. Ему ничего мне сказать. Вот вы отец троих детей, да, насколько я знаю, самая старшая пошла в первый класс вот в этом году, с чем я вас поздравляю, да. Скажите, можно ли вот сравнить воспитание детей и дрессировку животных? Вы знаете, если вообще брать эти понятия между собой, то я убежден, что здесь можно ставить знак равенства. Потому что воспитать любое существо – это научить его соблюдать некий свод правил. Вот и все. Этим и занимается дрессура. То есть, когда ты берешь собаку к себе домой, ты сразу показываешь, что вот это твое место, вот это мое место, вот это твоя кормушка, вот это моя кормушка. Здесь писать не надо, пойдем гулять на улице. На детей не вздумай тявкнуть, это моя теща на нее тоже. Ну, смотря какая теща. Да, смотря какая теща, вот. И здесь, когда ты воспитываешь ребенка, ведь все то же самое. Надо в школу, надо в ясли, надо научиться шнуровать ботинки, вилку держать в левой руке, нож в правой руке. Все то же самое. А другое дело, что работая с животными, ты всегда должен понимать, что они никогда не станут на интеллектуальный уровень человека. Что их опасность, которую они несут в силу своей природы, она все равно сохранится, она даже может быть увеличиваться с возрастом. Там львы до года как телята, а после года матереют, взрослеют, половозрелость наступает, опасные становятся, доказывают свои. То же самое и обезьян до определенного возраста. Они как бы готовы подчиняться. Потом каждый из них мечтает стать лидером, и они начинают нападать, они начинают доказывать свою состоятельность. Поэтому здесь абсолютно, абсолютно, я просто, люди называют это воспитанием, дрессировщики называют это дрессура. Просто для того, чтобы, ну, наверное, не смешать людей и животных. Потому что я категорически противник того, что очеловечивать животных ни в коем случае нельзя, точно так же, как нельзя в людях видеть животных. Мы разные, Бог создал нас такими, и мы должны с уважением относиться друг к другу. Сколько у вас животных, вот которых вы дрессируете на сегодняшний день? Мне надо посчитать. У меня 16 хищников, порядка 20 лошадей, значит, собака собственная, черепаха и мой брат. Отлично. Вот про хищников. Мне тут вопрос пока назрел. Вот люди, животные, мы празднуем дни рождения людей. Вы помните дни рождения ваших питомцев? Празднуете ли их как-то? Честно, не праздную. Честно, не праздную. И тут же возвращаясь к своему предыдущему ответу, дабы не очеловечивать. Вы знаете, мы несколько раз пытались сами для себя ставить такие эксперименты, например, в год тигра, в Новый год прийти после 12-ти и поздравить... Кусок мяса со свечкой. И поздравить, да, наших животных с годом тигром. Ну и что, они смотрят на нас, как на сумасшедших, мол, вы что, петрушки приперли, сейчас ночью мы тут спим вообще-то. Вот и все. То есть они все равно этого не оценят. Они просто не оценят. Есть высокоинтеллектуальные животные, которые действительно могут запоминать многие вещи, анализировать и, может быть, в дальнейшем где-то работать по этим правилам. Ну, например, это шимпанзе, которое действительно интеллектуальный уровень достигает там 3-4-летнего ребенка. Орангутанг. Слон, в конце концов. Вот с такими животными, да, действительно, я знаю, что многие исправляют и дни рождения, и какие-то подарки делают. И животное со временем, со временем начинает осознавать, что это какой-то особенный день. Все равно ты ему не сможешь никогда в жизни на человеческом языке объяснить, что в этот день ты родился 40 лет назад. Но он уже знает, что вот этот день в году, он уже у него внутренний календарь, да, у него будет вот такой какой-то особенный день. И это видно и по улыбке шимпанзе, и по настроению слона. Вот это такое я видел в своей жизни. А хищники, они настолько циничные, они настолько, настолько, ну, не преданы любви, особенно тигры. Особенно тигры. Это цинники в хорошем смысле этого слова, которые эгоисты, которые каждый сам за себя, очень редко даже парами какими-то становятся на долгое время, для которых самая большая, самая большая и интересная игра это подраться и выжить в этой игре. Вот такие вещи. Ну, и последний вопрос, может быть, немножко футуристический. Вот когда-то человек, когда появился на планете Земля, смог одомашить там корову, козу, собаку, кошку. Наступит ли когда-то момент, когда мы одомашим тигра и будем заводить его, и они будут жить рядом с нами? Вы знаете, это вопрос веков. Да. Потому что прежде всего он связан с изменением сознания. Потому что я убежден, что много веков назад там дикая собака, кошка, лошадь, не подпускали к себе человека так, как они сейчас подпускают. На протяжении многих-многих веков такие люди, как я, связавшие свою жизнь с животными, вот так вот калечясь, в конце концов, наступая на какие-то многочисленные грабли, вот так шли, шли, шли и пришли к этому. Сейчас большое количество животных, я убежден, уже на грани того, что они уже фактически домашние. То есть давайте посмотрим, какая сейчас идет резкая популяризация енотов. Да? Енот, который всю жизнь был диким, который всю жизнь там бегал, хищник, в конце концов, уже сегодня во многих домах, во многих квартирах, абсолютно на равных, без желания кого-либо там убивать или еще чего-то, продолжающий питаться тем, чем он должен питаться, но не открывает охоту на человека, не бежит от него, как из чаде ада, как будто он встретил кого-то. Тигры и львы, мне кажется, ну, конечно, для меня это уже домашнее животное, потому что я каждый день с ними разговариваю, могу в их компании уснуть и проснуться, и гарантирую себе жизнь, вот, но если говорить уже о глобальном, то мне кажется, это все равно века, потому что изменение сознания, это очень сложный процесс, который, ну, наверное, точно не контролируемый человеком. Это какой-то естественный, естественный процесс, да, очень сложный процесс, именно заложенный в природе, гарантировать который никто не может. Дикая собака Динго так и осталась дикой, не смог ее человек приручить. Ну, и обезьяна в человека не превращается до сих пор. Кто его знает? А может и превращается, вы понимаете? Потому что ведь мы с вами не имеем сегодня возможность сравнить шимпанзе, например, с шимпанзе 14 века, дабы никто не видел этих шимпанзе. И может быть, действительно шимпанзе поумнели. У нас с вами записи есть, ну, двухвековые, да, я имею в виду, максимум. Там, первые видеопленки, первые фотографии, первые какие-то аудиозаписи, 1800 какого-то, какого-то года. Поэтому, мне кажется, только через пару веков мы начнем, мы начнем понимать, вообще есть изменения в природе многих животных или нет. А так вот ответить, превращается ли обезьяна в человека, мне кажется, очень-очень трудно. Но, то, что действительно обезьяна очень сильно приближена к человеку, и я общаюсь со многими представителями этого вида, ну, просто поражаюсь, как ты ему говоришь, ты не тот ботинок берешь, он берет, меняет правый на левый, то есть, отличает речь человеческую. Это говорит об очень многом. Спасибо вам большое за интервью. Интересно, я желаю вам удачи, успехов и замечательного пребывания в нашем городе. Спасибо. 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 субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok